Война Уже третий раз подряд он собирает студентов и преподавателей Казанского федерального университета, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Вот вы видите, сидят ветераны, а ведь каждому ветерану уже далеко за 90. Они стоят втрою вместе с вами. Я считаю, это самородки нашего государства, те, которые ковали Великую Поведу в годы Великой Отечественной войны. Марш Победы начался с возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза, поэту Мусе Джалилю. Студенческий Марш Победы стартовал от площади 1 мая до центральной площади перед главным зданием Казанского университета. В колонии были также студенты, которые несли таблички с фотографиями ветеранов, а также транспаранты с лозунгами. С фотографии своего деда прошел и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто 72 года назад, победив фашизм, завоевал для нас право самим решать свою судьбу. Отстоял свободу нашего народа, вернул всем нам надежду на мир и счастье. За бессмертным полком, стройным маршем, прошелся почетный батальон КФУ из 210 студентов в военной форме. В колонии взвод барабанщиков Суворовского военного училища Министерства обороны России. В мероприятии приняли участие более трех тысяч студентов и выпускников Казанского федерального университета, а также почетные гости в лице представителей администрации Республики Татарстан, города Казани и Казанского федерального. Вы знаете, в годы Великой Отечественной войны более 700 тысяч татарстанцев ушли на фронт. И более половины погибли, защищая нашу страну. И в то же время, в годы Великой Отечественной войны наука, оборонные предприятия переехали в нашу столицу и вместе с тружениками Трудового фронта ковали победу. Итогом марша победы стало торжественное возложение цветов к мемориальной доске памяти преподавателей, сотрудников и студентов в ректорском садике университета. Для всех желающих после завершения мероприятия была открыта полевая кухня. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Университет Университет